Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии Натальи Гнатенко. Добрый вечер. В Гомеле протягивается Международная Олимпиада по менеджменте сирот молодых. Мероприемство присвящено Сусветному Дню Якости, которое означается каждый год в рестопаде на протяжении уже больше, чем 25 лет. За узнагородной Олимпиадой, которая проводится в другой раз, замыгаются представители Беларуси, России, Украины, Литвы и Молдовы. Это студенты, магистранты и молодые специалисты в галине стандартизации, сертификации и якости. Ранее они уже становились переможцами интерактивных этапов Олимпиады и теперь претендуют на звание лепших-злепших. Головное жмойта самого мероприемства – формирование культуры, которая накирована перш за все на досягнение высоких стандартов якости во всех галинах вытворчасти. Этот конкурс очень показательный, потому что его задача – вовлечь молодежь в это движение. Его задача – показать, что у нас очень много талантливой молодежи, которая способна не только осваивать знания, но и предлагать свои варианты решения тех или других проблем. У гэтая дни супрацовники Держа Аутоинспекции узмацнили контроль за наибольшеваренными участками аутодороги в улиц, наближенных до пешеходных пяроходов. Мероприемства специальной программы «Пешеход» накированы на попереджении дорожно-транспортных здарений с уделом пеших удельников руху. Для гэтага выкарыстовываются прылады виде и фотофиксации. А кроме гэтага жыцявляется негалосный контроль за выкананием правилов дорожного руху. Только за першые дни проведения акции до администрационной отказности прытягнуты 800 пешеходов. Половазь их – за отсутность фликеров. Каляста парушальников затрымана у стане алкогольного опьянения. Нередко виноватыми в здарениях становятся не водители, а минавито-пешеходы. Все родное больше распаусюдженных порушений, пероходы у неусталеванных мест, альбо на забороняльный сигнал светлофора. Сейчас самое темное время в году. И главная профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов – это использование свето-взращающих элементов в темное время суток. Тогда водитель увидит пешехода заранее, у него есть возможность вовремя остановиться и предупредить с наезд. Госавтоинспекция обращает внимание всех участников дорожного движения. Соблюдение правил дорожного движения помогает избежать дорожной трагедии и сохранить жизни. Волонтеры от Рады у средних специальных установ адукации и представники городского совета ветеранов обмерковали актуальные и перспективные проекты за круглым столом. Дорогие, сегодня в Гомеле волонтерскую деятельность ведут больше, как 2,5 тысяч человек. Доброченные акции проводят около 40 громадских объединений. Подчас круглого стола идеи своих проектов представили 4 колледжи. Среди голодных тем, допомога людям с обмежеванными махчимостями, детям у больницах и детячих домах, клопот про газдомных живел и тематичные акции до святочных дат. Усе идеи знайшли вот гуку представников старейшего поколения. Будут внесены предложения, которые в дальнейшем могут быть реализованы на базе города Гомеля, на базе средних специальных учреждений образования, высших учреждений образования и школ. Меж тым, сделать добрую справу и оказать свою допомогу людям, которые у нее имеют потребу, может каждый. Для этого достаточно щирого желания и великого человеческого сердца. Хронический вирусный гепатит С – захворение тяжкое и небезопасное. У сполучения с детским церебральным параличом этот диагноз наогл гучит, как присуд. Так отрималось, что две эти складанные хворобы самого детства выпробовывают на тривалость молодого хамельчанина Андрея Антоненко. Спадеемся, что его история никого не покинет обыяковым. И он цикавится истории и русской поэзии, избирает цитаты вядомых людей, очувая постоянную тягу до самопознания и саморазвития. Гэты эрудированы, допытливы и не глядящи на усе перепятые лесу, житя радостны 24-годовый гамельчанин Андрея Антоненко – инвалид с детства. Неправильно принятые роды, як наступство детяши церебральный паралич, здравили его життя штодионной боротьбой. Братьбой за то, якобыть таким, як усе, не отчуваючи обмежаванню. Однако, как говорит себя, да не приходить одна. И зараз Андрей, разом с мамой Тамарой Ивановной, якая на протягу сего життя з'является его надейной опорой и подтримкой, вымышен измагаться одразу с двума тяжкими хворобами. Всю жизнь, как говорится, я за него боролась, все для него делала. Ну и мы как бы привыкли, жили, это наш уже как бы образ жизни. Но когда ему было 8 лет, он заболел вирусным гепатитом С. Заразили его при удалении зуба. Сначала мы не придали значения этому заболеванию, так как ничего про него не знали. Но за годами мы узнали много информации, узнали, что это очень коварная болезнь. Ну и решили с ней бороться. Вирусный гепатит С – хвороба саправды коварная. Нездарма его еще называются ласкавым забойцем. Як правило, она протекает бессимптомно. Люди могут годами хвореть, нават не ведаючи про это. А вирус тем часом безлитесно знищает их печень. Это и жахливые медицинские факты, яка шматлякую иншую информацию про вирусный гепатит С, нам аучим Андрей. Про свою хворобу хлопец ведает Негорш за врачов. Я не мог лечиться и избавиться от этого вируса из-за своего основного заболевания, из-за того, что мне противопоказано стандартное лечение. И пришлось до сегодня на протяжении 17 лет с этим вирусом уживаться. До недавнего часу диагноз вирусный гепатит С для Андрея Гучау як присут. Из-за хворобы ДЦП ему подыходили только препараты, которые поддерживают печень, но не избавляют организм от вируса. И только сейчас у хлопца появилась надея на выздоровление. У США выпустили препараты, которые практически не имеют помощных эффектов, а выздоровление наступает у 97% выпадков. На жаль, эта виротовальная соломинка у грошовом эквиваленте для семьи Андрея – неподъемная глыба. На сегодняшний день в Америке она стоит 85-90 тысяч долларов. Но еще есть аналоги этого препарата, которые выпускают в Индии, индийская компания и в Египте. Оно, конечно, порядка дешевле, где-то, может, 18-20 тысяч долларов стоит. Но для нашей семьи эта сумма тоже, как бы, недоступна. На пенсию мать и сына такие дорогие курсы лечение не потягнуть. Тому семья Антоненко звертается до усих неабояковых людей с просьбой «допомогчим» у этой непростой житевой ситуации. Перелечить охверование на решение Антона вы можете над брошенные рахунки, якие зараз бачите на своих экранах. Мне бы хотелось обратиться ко всем тем, кто может оказать помощь, кто может чем-то поддержать, чтобы я имел возможность жить полноценной здоровой жизнью. Я благодарю всех заранее. Всем спасибо. У борозьбе завратования Андрей шукает любые махчимости. До прикладу, как про его проблему доведались и смогли адвокнуться больше людей, он створил специальный сайт в интернете. Андрей готовый до того, что не все отримывается одразу. Однако его головный житевый девиз – никогда не опускать руки и не сдаваться. Зараз самая заповедная мара Андрея – собрать необходимую сумму на ляшине. А в перспективе есть идея – организовать ассоциацию хворых на гепаты С, как своим особистым прикладом натхнять инших на выздоровление. Люди должны понимать, что пока они живы, пока у них есть возможность что-то делать, они должны добиваться за свое счастье, за свое здоровье. Человек должен иметь позитивное мышление. И ни секунду не сомневаться в том, что он выздоровеет. Сомнения – это уже почти поражение. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадио-компания «Гомель». Старшиня национальной державной телерадио-компании заслуженный артист Республики Беларусь, телеведущий и литератор. Человек, про кого шмат можно сказать. Але, миновитая пралитератора Геннадия Давыдько, упаде размова у черговым выпуску программы «Добрый вечер, Гомель». Творчая сустреча у студии и телерадио-компании «Гомель» отбылась с нагоды выхода у свет двух книг Геннадия Давыдько. «Лоу-слоу» – так называется сборник вершов, миниатюр и фраз аутара. Другая книга – казка-пьеса «Зорки сёмага неба», адресована маленькому читачу. И ке твору вайшли у новый сборник, про что пише аутар, як пройшла презентация книг у Минску и як Геннадия Давыдько ставится до крытыки. А так сама, чому книга для дятей можа навучить дорослых и хто з'является прототипом казачных героев. Про что еще ишла размова подчас творчай сустречы и какие сюрпризы чекали гостя студии. Глядите завтра у программе «Добрый вечер, Гомель» у 19.00 на телеканале «Беларусь4 Гомель». Завершился чемпионат Беларуси по футболю в Высшей Шей Лизе. Золото еще до Тармінова завоевал Бате. Сребра чекана досталась столичному «Динамо». Целегорский шахтер занял третий родок. Головным неудачником сезону стал футбольный клуб «Гомель». Зелено-белые покинули элиту. Перед опушник гульного чемпионата у гомельчан яща был шанс застаться у Высшей Шей Лизе. Однако для этого треба было перемогать дома «Динамо-Минск». Задача вельменья простая, однако болельщики верыли у поспех до опошняха. И про 7 хвилин после стартового свистка футболисты «Гомеля» сдолили крыху полепшить свое становище. После пасу Геннадия Близнюка Алексей Цяслюк смог сбегче от оборонцов и переиграть галки пера гостей. Однако радость продолжилась недолго. На 14-й хвилине «Фатас Бечерай» дальним ударом зравнял лик. У дальнейшем гостей не знижали тиск, на вороты зелено-белых имели некальки добрых махчымастев. Госпадары трымалися до 61-й хвилины. Чыгози у «Доджи» практически звел до нуля шансы Гомеля захавать прописку у элите. 1-2. Больш командам забить не удалося. По выникам чемпионату Гомель у 26 матчах набрал 18 очков и занял 14-е место. Мазырская славя у заключным туры заступила Гродзинскому Неману 1-3. Мазырани завершили чемпионат на 10-м Радку. Подчас паузы у чемпионате мужчинская команда гандбольного клуба Гомель приняла у делу традиционным турниры на призы Могилевского областного центра Олимпийского резерву. Гомельчане заступили столичному СКА и переиграли мясовую команду Машека и запорожский клуб Матор. У вынику другое место. Уже ночью чемпионате отбылась гульня, которую все ждали. Слышлись лидеры Гомель и БНТУ Белас. Вочные поединки Гомеля и БНТУ это завсюду яркая падея в довольно сумным белорусским чемпионате. Гульня отрымливаются принциповыми и наплуженными. Гомельчанки одразу ж кинулися у атаку и отрымали поспех, вышли на первую улику. Ближай до середины тайма подопечные играча Брова вяли 9-4. И тут гульцы БНТУ прочнулися. Здесь не уши рывок 5-1, яны скоротели отставание до минимума. Головный тренер Гомеля знайшов потребные слова и упылненность вернулся до господинь пляцовки. Некольки удалых деяний у обороны и худких контратак. На перепынок команды пошли пролику 17-13 на корысть Гомеля. Основные падеи у Гульни были на переде. У другим таймя Валентина Кумпель протягивала самодана працевать у воротах Гомеля, отбиваючи китки соперников. А вось у атацы у Гомеля ничога не отрымливалася. Рывок гостей 5-1 и яны у першыню маше зравнивают с лик. Лишь бы 18-18 пратрымалися на табло хвилины 4. Кумпель протягивала геройствовать у воротах, однак стомленности короткая лаука давали ведать про себя. Особливо гэта тычылась атакующих деянню. У вынику подопечные Константина Шароварова. До середины другой половы сдолили выйсти на пера 20-21. Идалей пачалася гульня нервов. За 5 хвилин до конца матчу прилику 24-24 судя выдали у левую по середнюю Гомеля Юлию Ганечкіну. Скрестаться пера вагой у БНТУ не отрымалася. Правда и Гомель забить не смог. У вынику ничия 24-24. При такой хорошей игре, я считаю, что мы достойно были сегодня выиграть. Мы реально хотели больше выиграть. И так у нас хорошо получился первый тайм. Все задумки, мы все, что планировали, все у нас вышло здорово, можно сказать. В первом тайме сказался, конечно, короткая скамейка. И неуверенность игроков в основных в некоторых моментах при завершении, прежде всего. Неудача, может, какая-то. Но с большего я рад, что команда выдержала и вылезла с той ямы, которой мы купали, минус два. И в итоге завершили на очень хорошей ноте. По выниках первого круга, первого этапа, чемпионат у интрига заховывается. Гомель и БНТУ пытание об тем, кто же одноасобно означалить турнирную таблицу, покинули открытым. Отказу будем чекать уже у другим крузям. Максим Самин, Дмитрий Радянко, телерадо, компания «Гомель». И это была пошняя информация о выпуске. У студии працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жидаем вам несумного вечера. До новых встреч и эфиры.